ПЕСНЯ 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 Во время он оприде Иисуса от Назарета Голинейского и креститься от Иоанна в Иордане Яме восходят воды видя разводящийся небеса и дух я как голубь сходящан И глаз в мысль небесе, Ты, сессы, мой возлюбленный, о нем же благоволих. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! С праздником вас, дорогие братья и сестры! Сегодня под видео о крещении поступил интересный вопрос, и я решил сразу на него ответить. А вопрос был таким, а были ли сами апостолы крещены? То есть не тем крещением, которое совершал Иоанн в покаянии, а тем крещением Духом Святым, о котором Господь сказал, «Шедши научите все языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учащих блести вся и лико заповедах вам». Это конец 28 главы Евангелия от Матфея. То есть Господь, посылая учеников на евангельскую проповедь, заповедует им крестить. Ну и сам же Христос говорил, кто не родится от воды и Духа, тот не может войти в Царство Небесное. И далее, смотрите, какой еще момент важный. Когда Господь крестился в Иордании, то по мнению многих святых отцов, Он тем самым нам подал пример того, что и мы должны креститься. Итак, Господь подает пример. А кому Он дает пример? Только нам? И ученикам ведь тоже, наверное. Господь говорит о том, что необходимо родиться от воды и Духа. Господь заповедует креститься во имя Отца и Сына и Святого Духа. И все эти моменты наводят на мысль о том, что ученики не могли не последовать этому всему и не могли остаться без крещения. Без христианского крещения, новозаветного. Но, кроме того, есть еще упоминание об этом у блаженного Иоанна Мосха. В книге «Лук Духовный» он говорит о том, что они были крещены. Святитель Сафроний Иерусалимский об этом же говорит, что такое есть предание в Иерусалимской церкви. Ефрем Сирин преподобный об этом говорит. И в Синоксарии на праздник Вознесения, в Цветной Триоде, в Синоксарии на праздник Вознесения говорится со ссылкой на Епифании Кипрского о том, что крещены были апостолы и Дева Мария. Однако, все-таки в Библии, в Евангелии конкретно, прямо об этом не говорится. И остается вопрос, а может быть, ученики получили вот это вот крещение во время День Сфотопятидесятницы, когда на них сошел Дух Святой, почил в виде огненных языков. То есть крещение не через воду, а как бы, ну как исключение, потому что все-таки они имели исключительные и чрезвычайные дарования, и говорения на языках и так далее. То есть те дарования, которые у них были именно в силу того, что они были именно ученики Христа, именно 12 апостолов, именно те, на которых сошел Дух Святой в День Пятидесятницы, и от которых уже потом эта благодать распространялась на всех остальных. Может быть и так. Видите, Библия об этом умалчивает. И я думаю, что можно верить в том, что апостолы были крещены, как неизвестно, правда, то есть кто им преподал крещение. Сам ли Господь, или скажем, Господь одного крестил Петра, а потом Петру других, или как-то еще, может быть, сами себя крестили. Я думаю, что об этом не стоит даже и думать, и гадать, потому что это вопрос несущественный. Есть ряд вопросов, на которые было бы любопытно получить ответ, но которые не имеют значения для нашего спасения, и поэтому ни в Священном Писании, ни в мнениях отцов Церкви эти вопросы не освящены. Ну, а раз так, значит, действительно, это просто наше праздное любопытство. А какую форму у человека душа, и вообще где она находится, в области сердца, по всему ли телу, да, а как быть, когда руку отрезали, ну и так далее. Вот это интересно, но на самом-то деле это совсем не важно, совсем не важно. Так же не важно и здесь, этот момент, насколько бы это ни казалось нам любопытным. Вот такой мой ответ на такой интересный вопрос. Еще раз всех с праздником, радости духовной Вам, благодати, освящения Ваших семей, жилищ и Ваших душ. Да подаст Вам Господь. Самое главное, чтобы мы себя освящали, посредством благодати Божьей. Жили мирно, с любовью, любили друг друга. Это самое главное. А водичка – это средство для улучшения наших внутренних качеств. С праздником Вас. Спасибо Господи, Ваше. С праздником. С праздником, праздником, Ваше. С праздником. С праздником, праздником, Ваше. Ваше. Субтитры создавал DimaTorzok